На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Финал Кубка Беларуси по футболу сезона 2020-2021 пройдет в Гомеле на поле Центрального. Такое решение приняла Белорусская Федерация Футбола. Матч состоится 23 мая. В сообщении БФФ сказано, что выбор Гомеля не случайен. В этом году белорусскому футболу исполняется 110 лет. И именно в городе над Сожем появилась первая футбольная команда. На Центральном уже играли в финал Кубка страны в 2015-м. Батэ обыграл солигорский шахтер 4-1. Гомель-2 на домашнем паркете был сильнее дубля Гродненского крона на матче мужского чемпионата Беларуси по гонболу во втором дивизионе. Уступая практически по ходу всего поединка, подопечные Сергея Цыганкова смогли в концовке вырвать победу 39-35. Женский гонбольный Гомель также праздновал победу. Бавруйская Березина не смогла оказать сопротивление действующему чемпиону страны на своем паркете. Команда Томожа Чатора была сильнее 39-25. Главный конкурент гомельчанок столичный БНТУ также праздновал викторию. По итогам первого тайма минчанки проигрывали витебчанке 4 мяча. Однако после перерыва класс взял своем. БНТУ победил 36-27. Белорусская Федерация Баскетбола и ФИБа Европа запустили в нашей стране новый проект. Шаг в будущее. В каждом регионе пройдут мастер-классы под руководством тренера женской молодежной сборной страны Златана Прешича. Главная целевая аудитория – детские тренеры. Стартовал проект в Гомеле. На протяжении двух дней сербский специалист провел три показательные тренировки. Под его руководством работали юные баскетболисты из Гомеля, Светлогорска, Речицы, Калинковича и Жлобина. Заключительное занятие посетила одна из лучших баскетболисток Беларуси уроженка Гомеля Анастасия Веременко. Ребята смогли пообщаться с бронзовым призером чемпионата Европы. Авторы самых интересных вопросов получили от нее подарки. Не прошли даром для ребят и сами тренировки. Было весело. С многими познакомился больше, сдружились. Классно тренировались, устали сильно. Было очень интересно. Я отработала броски. Все было очень классно. И много упражнений я поняла, как выполнять. Кстати, у игроков особая мотивация на мастер-классах. Лучше смогут принять участие в тренировочном лагере, который подведет черту под этим проектом. Главная целевая аудитория мастер-класса – это детские тренеры. В три мастер-класса сербский специалист постарался вложить все азы построения тренировочного процесса с детьми. А вот дальнейшее развитие этой системы, по словам Златана Прешичем, зависит от личности тренера и его понимания баскетбола. Очень рад, что тренеры не стесняются, вопросы, какие вопросы обсуждаем вместе, договариваемся, как и что надо задачи. За три тренировки мы можем что-то показать. Я сам постарался, чтобы показал один систем, как построить один систем в детском баскетболе. Мастер-классы под руководством Златана Прешича пройдут во всех регионах Белоруссии. Следующий на очереди – Гродно. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.